привет из солнечного города сочи с вами как всегда арина и я начинаю новый блок я спускаюсь гор сегодня у нас в 13 июня и я сейчас еду сторону города вы не представляете друзья сколько уже градусов 27 градусов время где-то пол 11 11 примерно я сейчас не посмотрела и гости наши уже черноморского побережья подтягиваются потихоньку мне сегодня звонил еще подписчик наш я думаю что многие его уже помнят андрей носов а вот и сказал что я уже в лазаревском приглашаю тебя на свидание соля эти девочки помните на платье то купили с вами на свидание ты меня еще никто не приглашал да но это все конечно же только друзья а любимого человека напоминаю у меня еще пока нет нету потому что я очень выборочная женщина так и а сегодня у меня что по планам подруга пригласила меня съездить по загорать и я говорила вчера вам что я хотела вчера поехать на море но так как так как она сказала поехали завтра поэтому я вчера ездила же за финкой город так ну что у трассы у нас пополняется лазаревская до центральная так ну что за мной там еще тоже какие-то машины уже собрались вот и я еду сейчас я одета по простому я принципе ты не накрашена особо то вообще принципе я на море не крашусь а вот купальник у меня уже одеты и друзья на лице и сегодня кстати я посчитал все свои купальники если я нашла все то я насчитала 13 это вместе с литными следные купальники я на пляж не ношу мне пофигу на мою полноту просто особо фиолетово я ничего не скрываю я считаю все должно быть видно заранее до без всяких там сюрпризов потом а вот а следные купальники что здесь происходит я сейчас проезжаю рынок астро а следные купальники просто я нашу в бассейн только только в бассейн так как вечером я на пляже не купаюсь ночью тем более я надеваю только раздельные купальники я считаю это нормально девочки давайте уже хватит вот заниматься этой ерундой прекращаем вот эти все убираем все комплексы потому что я сколько-то жизни как говорится нашей осталось я уже об этом говорила на кофепите хватит полная значит полная девочки на каждый товар свой купец вообще не партись на эту тему вы знаете у меня были в жизни такие случаи когда вот хоп и похудела но не дай бог как говорится каждому это что может быть это смерть близких людей или как я говорю развода на меня так повлияли тоже сильно в свое время и я очень резко прям скидывал там просто аппетита нет давайте не будем уже заниматься этой ерундой как говорится как моя бабушка всегда говорила ешь пока рот свеж все в старости не захочется ничего вам я вас уверяю в этом не кушать не особо радоваться жизни возможно на юге здесь будет по-другому а я буду радоваться жизни всегда но вообще как бы понимаете вот эти розовые одежды вот эти все яркие одежды здесь в этом проблем никаких нет даже преклонного возраста женщина мужчины носят яркие вещи вот эти мне нравится знаете просто на юге как я поняла мы продлеваем свою молодость реально просто понимаете мы ее продлеваем так уже жарко уже жарко кстати у меня друзья что-то с кондиционером и я тут представляете вспомнила если мужчина есть тут на канале я за четыре года пока здесь живу я не закачивала фреон кондиционер машина и я вчера чисто случайно нашла номер телефона одного мастера когда я помните друзья делала стекло это ручку стеклоподъемника и представляете а там и ладно я сделала фотку а там прямо написано у него что он электрик и еще кондиционерщик автомобильный в общем я позвонила этому мужчине он сам держит эту мастерскую свою мы с не ездили и еще кстати поедем туда к нему он сказал что вообще кондиционер заправить в машине стоит 2 500 вот видите друзья вот всякие вот бывают такие незапланированные траты да ну а куда деваться тем более я страховку на машину вот сделала тоже недавно тоже около десятки обошлась то есть вот видите это все как-то вот про и происходит да так сейчас он еду к подруге а дальше мы с ней поедем в якорную щель там шикарные пляжи там песочек вообще супер уехать от лазаревска где-то минут 30-40 в сторону сочи направления вот и как-то я ему позвонила в общем надо записаться и поехать проверить свои свой кондишен так что здесь происходит честно не пойму но сейчас заедем а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, я вас приветствую. Сегодня уже у нас второй день нашего блога. Я уже, как истинный блогер, начинаю снимать несколько дней. Значит, вчера с подружкой мы съездили на море. Так шикардосно вообще вас загорали. Обратите на меня внимание, у меня уже красно-коричневое лицо. И сегодня я выехала в город, естественно, без Жозефинки. А почему, друзья, девочки меня поддержат? Потому что у меня запись к маникюрщице, на маникюр. Так, ну что здесь происходит? Давайте... А, еще тут идут. Смотрите. Так, друзья, наступило уже, конечно же, лето. И я не буду больше говорить про погоду, потому что у нас каждый день жаришка. Море шикарное. Значит, напоминаю, вчера было 13 июня. И мы купались просто вообще, я не знаю, мы там часа 4-5 были точно. Шикарно вообще. Никого нет. Вода чистейшая. Я вам ничего не снимала, потому что, знаете, хотелось полностью себе сделать релакс. То есть вы прекрасно понимаете, что вся работа, она трудоемкая. И любой блогер, неважно, даже просто если видео вот вам снимают, это все энергозатратно. Почему? Потому что нужно хорошо выглядеть, девочки. Да, лайк. Нужно знать, что говорить, потом все отснять. Все нужно, естественно, смонтировать, выпустить, подписать и так далее. И за эту работу, друзья, мне никто не плацет. А почему? Да, потому что у меня мало, наверное, подписчиков. Поэтому, друзья, буду очень вам благодарна не только еще за комментарии, но и за подписку. Так, как всегда, здесь места нет, то вечно некому где-то встать на машинах, да? Я сейчас еду по улице Колораши, еду в сторону Малышевского района. У меня там маникюр. Так, и, естественно, я, конечно, буду очень-очень, очень-очень вас любить. И очень-очень буду вам благодарна, если вы будете все, кто меня смотрит, ну, конечно, кто зарегистрирован на Ютубе, писать. Хотя бы какой-то сердечко-смайлик, да, типа комментария. Ну, и не забывайте, конечно же, друзья, про подписку. Это тоже очень-очень важно. Значит, кто-то мне, у меня, значит, в комментариях есть юзер. Значит, кто, я так понимаю, не зарегистрирован, у меня там не написано, там, Иван, Мария или еще кто-то. У меня юзер-юзер, да, поэтому обязательно для розыгрыша, да, самое главное условие нашего розыгрыша, чтобы вы писали всегда под комментарием, это кто хочет участвовать, конечно же, свое имя и город, с какого вы мне пишете. И всегда, хотя даже если вы под каждым видео пишетесь, всегда пишите, потому что может быть такое, что я потом не учту ваш комментарий в каком-то другом, понимаете, влоге. Обязательно пишите. Ну, не, как говорится, это, бумага не краснеет, как говорится, мы пишем, да. Еще, был такой комментарий написан, честно говоря, не знаю, кто написал, мужчина-женщина, не указали, типа того, а что у вас влоги выходят с недельным опозданием. Объясняю для тех, кто не в теме, не в теме блогерства, что я не, это не моя основная работа, вот, что у меня есть основная работа, это другой канал, естественно, плюс у меня есть домашние дела и так далее и тому подобное. Ну, девочки меня поймут. Там стирка, уборка, глажка и так далее, готовка, да, вот. И вообще просто, в принципе, как говорится, отдохнуть и набраться сил. Иногда тоже это нужно. Это называется релакс. Так, и что получается? И поэтому я снимаю влоги. Так, нет, давай лучше я проеду, тут большая машина пытается проехать. Поэтому я снимаю влоги, потом их обрабатываю и, естественно, потом вам выгружаю. Но я могу не говорить, сейчас, в принципе, лето, я могу не говорить, какое число. Давайте, можно так, чтобы вы на это не обращали внимания. Потому что, в принципе, лето есть лето. Но мне просто так вот хочется. Я всегда фиксирую, да, числа, когда я выгружаю видео, влоги. И еще, те люди, которые прям конкретно этим увлечены, я бы сказала, да, ну, то есть каждый день снимают, каждый день вот это выкладывают. У меня нету камеры, у меня просто телефон. На камеру пока ход не доходит никак. Так, может быть, когда камеры снимаешь и быстрее ты как-то выгружаешь, я не знаю. И я считаю, что вот через телефон у меня, по-моему, быстро выгружается. Но просто еще раз напоминаю, я в горах, у меня плохо работает интернет, и видео у меня может грузиться полдня, а то и день. Я вот, кстати, напоминаю, я была у Кости когда в гостях, я вообще, честно говоря, такая была удивленная. Я забыла, когда я жила в Москве, и когда я в квартире, у меня хорошо работал интернет, я загружала видео, ну, час максимум. Вот, и у него такая же история, думаю, боже, какая же красота, когда я могу, допустим, по факту пять видео в день выгрузить. То есть это не тормозит мои действия. Но у меня такая история, что мои действия тормозятся тоже еще в плане интернета. Поэтому, друзья, не обращаем на это внимания. Мне, в принципе, фиолетово, каким днем я выгружаю. Вот, главное, чтобы выгрузка была, и я считаю, что, наверное, вы меня тоже, друзья, поддержите. Так, сейчас я заехала на Малышевский район. Мы с вами едем в сторону салона красоты. Вот, поэтому, друзья, я считаю, что, да, какая разница, недели позже, недели раньше. Вы знаете, это вот такая же история, как вот, например, подарок, да, подарить. Главное, как говорится, подарить. А когда ты его подаришь? Раньше, позже. И главное, чтобы не было такого, что никогда не подаришь. Да, если у человека день рождения. То есть, тут главное, чтобы, как говорится, как я говорю, костюмчик сидел. Сегодня, значит, у меня платье и вот накидочка. Ну что, не стало вас уже своими руками полными смущать, но, честно говоря, жаришка конкретная. И в салоне я эту, конечно же, накидку свою сниму. Так, что, вот мы подъехали. Конечно, здесь такое солнце, но это вообще... Сейчас я припаркуюсь. Так, ну что, друзья, фиксирую мои предыдущие ноготочки. Девочки, вы меня помните, да? Мы делали. Месяц уже прошел. И сейчас я сделаю новые ноготочки. И когда я стала подъезжать к реке на парковку, смотрю, моя маникюрщица уже идет. Отлично, друзья. Пойдемте делать новый маникюрчик. Так, ну вот, салон красоты. Я думаю, что потом мы сделаем с вами ноготочки и пройдемся к реке. Посмотрим, что там происходит, да? Так, мой наряд. Так, ну что, друзья, я вышла с салона. Давайте посмотрим, что здесь на набережной реки Псизопсе. Интересненько, да? Как тут все обустроено. Немножко посмотрим. Собачка тут гуляет. Значит, смотрите, здесь есть вот такие вот ворота. Люди спускаются и как раз идут к реке. Здесь можно позагорать, немножечко покупаться. Там вот вам видно, да, даже? Друзья, девочки, смотрите, я сделала новый маникюрчик. Как вы оцените? Это френч, голубой. Смотрите, шикарный, я считаю, да? Я назвала этот маникюр «Морская волна». Супер. И сейчас мы с вами направляемся в Валберис. Мне нужно получить товар. Так, ну что, мы подъехали в Валберис. Друзья, я сейчас созвонилась после Валберис. Я еду не домой. Я покажу вам потом, что я там купила. Я там много что сыну заказывала, потому что сын приедет скоро. Вот. И чехлы, кстати, в машину нашла там недорого. Вот интересно, подойдут мне или нет. Взяла домой, дом буду смотреть. Значит, смотрите, у нас такая жара. Забежала сейчас в магнит, купила водички и созвонилась с кондиционерщиком в автомобиле. Залить фрион или там еще что-то. В общем, что-то он будет смотреть. Посмотрим, что он сделает, нужно ли мне это или нет. И сейчас мы едем с вами туда, в это богом забытое место, я бы так сказала. Вы сейчас посмотрите. Почему? Потому что там вообще была плохая дорога. Мы с вами туда ездили уже, когда я меняла ручку стеклоподъемника. Он же электрик, Андрей. Вот. И поехали, друзья. Посмотрим, что он мне скажет. На улице просто сжарень. Сейчас мы едем по улице Колораж. Дальше мы будем сворачивать. Вы увидите, куда. Смотрите, здесь асфальт вроде уже положили, друзья. Но разметки до сих пор нет. Люди переходят чисто по памяти, знают, что здесь у нас зебра. Ну что, гонки на дороге, смотрите, еще продолжаются. Что-то где-то здесь еще, видите, поставили ограничители. Правую сторону делают. Друзья, напоминаю, что я не таксистка. И я всех улиц даже могу и не знать. Поэтому... Так, основные улицы я вам говорю, конечно, да. Вот. Ну, вот как-то так. Так. Поворачиваем на улицу Павлова. Дальше мы идем прямо. Поворачиваем до права. Видите, на углу ресторан Арнамал. Кто его знает, пишите. За ним магнит. Мы едем прямо в сторону светофора. Вот так даже могу сказать, чтобы было более понятно, да. Как всегда, смотрите, здесь дорога. Ну, вообще просто убитая. Но мы едем. Мне еще, кстати, друг дал номер. Тоже кондиционерщика. Где-то возле марки. Я уже не стала переспрашивать. Думаю, здесь договорилась. Ладно, поеду уже к этому. Тут я уже как бы была один раз. Я знаю как бы дорогу и где он находится. С левой стороны у нас поворот светофор. Магазин. Мы едем прямо. Я спросила, говорю, а дорогу сделали? Я была весной. Она у вас убитая. Смотрите. Он говорит, да, да, конечно. Ну, наверное, по-кавказским меркам, я не знаю. Хотя мужчина вроде русский. Может быть, это и сделанная дорога. По мне, это просто кошмар одним словом. Так, здесь мы поворачиваем налево. Местные, куда я еду, проходят здесь ТО. СТО, чтобы вы примерно понимали. С правой стороны у нас жилые гаражи. СТО. Вот там вот как раз указано будет. Ну, и здесь тоже, естественно, дорога не сделана. Видите, друзья? Ну, куда деваться? Едем дальше. Дорога, главное, не сделана. Смотрите, ну, полицейские вот эти лежачие сделаны. Ну, вообще отлично, да? Так, вот видите, у нас ОАО Car. ПТО написано. Нам нужно туда. Заезжаем сюда. Налево, а потом направо. Продолжает женщина справляться со своими проблемами одна, да? Мужчина хоть друзья есть, но, вы знаете, особо не разбежишься, чтобы прям помогли. Так, ну, и вот по прямой, вот сразу прям какой? Второй гараж, автоэлектрик, где написано, вот как раз нам туда надо. И заправка кондиционеров с правой стороны. Как раз, по-моему, машина никакой нет. А, нет, стоит какая-то машина. Ну вот, друзья, зафиксируйте себе номерочек. Сделали мне кондиционер. Все отлично. Значит, мужчина сказал, что у меня, оказывается, вообще фреона не было. Девочки-мужчины. Кто так ездит? Это я. Потому что у меня все время делается все опосля, да? То есть, естественно, у кого, у женщин есть мужчины, они там все следят за машиной. А я даже, честно говоря, вообще, я знаю, что в кондиционерах дома нужно менять фреон. А я вообще не подумала по поводу автомобиля, что там тоже нужно заливать фреон. Вот представляете? В общем, мне Андрей, вот этот вот мужчина, который механик, автослесарь, там, я не знаю, он кондиционерщик, он сказал, что у вас вообще не было фреона. А я думаю, что-то я включаю кондиционер, у нас же наступила жарень в Сочи, да? И у меня вообще как будто нету вот холодного воздуха. Вот. И хорошо, что я это все дело на своей женской интуиции заметила. Вот. Как говорится, обнаружила. Вот. И сейчас мне залили фреончик, кондиционер. Все у меня работает. Стоимость оплаты 2,5 тысячи рублей. И сейчас я направляюсь уже в сторону дома. Я хочу там посмотреть. Я получила чехлы в автомобиль. За мной стоит большой пакет Валберис. Вот. И посмотрим, подойдут они или нет. В принципе, на ВБ мне сказали, что их можно сдать. Чехлы я заказала очень и очень дешево. Вот. Решила попробовать. Я никогда в автомобиль свои чехлы не одевала. Только вот такие вот, видите, вот обычные такие накидочки. Поэтому не знаю вообще, что получится. Подойдет, не подойдет. Вроде было написано универсальное. Вот. А с вами я сейчас буду уже прощаться. Желаю вам прекрасного настроения дня, вечера, ночи. Смотря в какое время вы меня смотрите, друзья. И наконец-то я заканчиваю свой влог. И не обессуйте, если у меня... Кстати, видео до этого с Туапсе просто обрабатывалось по 3-5 раз. Где-то в магазине музыка играет, где-то еще. Где-то убираю звук, где-то работаю. Видите, сегодня была в салоне красоты, загружала. В общем, что-то переделываю. Вот так вот все делаю. Вот на ходу, грубо говоря, да. Поэтому, дорогие мои, вот как-то так. Ну, а как по-другому? Ничего не успевается. Так что, как всегда, с вами была Арина Морисочи, друзья. И пока-пока. 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 Пока-пока.